Уступи дорогу, спаси жизнь. Очередной рейд под таким названием прошел на улицах нашего города. Уральск растет ежегодно, увеличивается количество новых домов. Однако для оказания неотложной медицинской помощи это не может являться препятствием. Где бы ни возникала экстренная ситуация, карета скорой помощи должна добраться до места в строго обозначенные временные параметры. В проектный офис Ахжаек Адалдах Алана обратилось руководство станции. За последние несколько лет принятый ряд государственных мер для того, чтобы качество оказания неотложной медицинской помощи было улучшено. На вооружении станции теперь хорошие машины, новое оборудование. Но одну проблему никак не удается решить. Машины скорой помощи вынуждены добираться до места вызова в общем потоке. Уступают полосы им крайне редко, говорит водитель одной из машин. На повороте во въездах во дворы вообще не дают дорогу. Когда забираешь пострадавшего с улицы, тоже возникают проблемы. Могут ругаться, требовать их пропустить. Есть факты, когда на водителя с кулаками бросались. Согласно статистике, из-за прироста населения ежегодно увеличивается и число вызовов. Для каждой из возникших проблем выработано время прибытия к месту скорой помощи. Именно поэтому диспетчер, принимающий вызов, так подробно расспрашивает о состоянии больного. Если же у человека сердечная недостаточность или инсульт, то в данном случае дорога каждая секунда. Даже когда едем, исключенная сирена не реагирует. Поэтому бывает, что стоим в пробках. Это недопустимо, ведь у нас и так мало времени. Просим водителей, чтобы отнеслись с пониманием. Мы не для себя это делаем, а ради больных. Нужно отметить, что в проектные офисы со своими проблемами руководство станции скорой помощи обращаются не впервые. Как ни странно, но во время рейда, в виде машины сопровождения, водители ведут себя очень корректно. Я всех призываю наших граждан, жителей города Уральска, нашей области, гостей, чтобы они, если увидят сирены, едет машина скорой помощи, значит она спешит кому-то на помощь. Чья-то жизнь сегодня зависит именно, может быть, даже от этого водителя, который науступил. Поэтому призываю всех уступать дорогу скорой помощи. Уступить дорогу скорой помощи – это элементарная культура вождения. Такие правила есть в каждой стране, и они должны соблюдаться с еще большей строгостью. Всегда нужно помнить о том, что промедление движения не от ложки может привести к чьей-то гибели.